Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Продолжаем видео об улучшении качества жизни. Поговорим о том сегодня, как выбрать свой путь. Свой путь это когда вы двигаетесь в том направлении, куда вам хочется. То есть, когда вы чувствуете, что вот это правильно, что это движение туда, куда вам нужно. То есть, этот путь помогает вам двигаться в верном направлении, то есть, достигать своих целей. И когда вы достигаете своих целей, то вы чувствуете, что это мое, что это то, что мне необходимо. То есть, вот таким образом, получается, мы можем определить, мой путь это или не мой путь. И свой путь, он помогает достигать озарений, осознаний в жизни. То есть, помогает понять себя в лучшей степени. И, конечно же, когда вы чувствуете, что вы идете в верном направлении, у вас открываются новые возможности. То есть, новые возможности имеются в виду, что вы встречаете правильных людей, приходите в те места, которые необходимы. То есть, у вас, ну, как бы идет жизнь в потоке. То есть, жизнь в потоке, это когда вы чувствуете, что вот я двигаюсь именно в моменте, да. То есть, не создаются какие-то противоусилия излишние. То есть, вам не нужно постоянно бороться с жизнью. То есть, вот таким образом, это и идет ваше направление. То есть, ваше направление, это то, как вы можете чувствовать, можете чувствовать, куда двигаться, как двигаться. И этот путь, он помогает вам открыть себя. То есть, открытие себя, это очень важный момент. То есть, когда вы можете прочувствовать, вот что я иду туда, куда мне необходимо. Вот, почувствуйте прямо сейчас это. То есть, движение по вашему пути помогает вам открыть себя. Открыть ваши возможности и понять, что вы это духовное существо, которое может двигаться в верном направлении, принимать корректные, правильные решения. Самое главное, не сбиваться с пути. То есть, когда человек сбивается с пути, он начинает совершать проступки, утаивания. У него меняется его этика, целостность. То есть, он начинает увиливать, куда-то уходить в сторону. Таким образом, происходит непонимание. То есть, происходит что? Человек теряет себя, теряет свою духовную сущность. Поэтому, очень важно, когда вы двигаетесь по своему пути, не упустить этот момент, а двигаться именно осознанно и легко. То есть, в осознанности вы можете двигаться туда, куда вам нужно. То есть, осознанность – это процесс постижения материальной вселенной, духовного мира. То есть, в этом процессе вы можете понимать, что вот это движение в правильном направлении. То есть, вы соединяетесь со своим Высшим Я по каналу совести и чувствуете, что вот в этом направлении двигаться верно, корректно, а в этом нет. То есть, приходят, можно сказать, подсказки свыше. И вот, благодаря этим подсказкам, вы можете регулировать свое движение. То есть, куда вам двигаться. Получается, что, когда вы чувствуете движение, да, то вы знаете, что вот сюда правильно, а сюда нет. То есть, это как озарение. И вот, когда я провожу человеку в процессе, в ходите, то мы как раз и приходим к таким озарениям. То есть, озарение – это новое понимание жизни. И когда человек получает озарение, он знает, вот, мне сейчас нужно сюда. И он идет интуитивно туда, куда нужно. То есть, он не начинает размышлять, а нужно это или не нужно, логические какие-то доводы. А он четко знает, что вот это интуитивно мое. И тогда он действует, идет в этом направлении и получает то, что необходимо. То есть, получает правильное направление, правильных людей, правильные места. То есть, почему важно, что такое быть в потоке, да. То есть, это быть в верном, в правильном месте в нужное время. И тогда вы находите то, что вам необходимо. То есть, вы получаете от жизни правильные и корректные вещи для вас. То же самое относится и к дизайну человека. Когда вы проживаете свой дизайн, свою жизнь, то есть, согласно своей стратегии и авторитету, то вы приходите к нужным людям, в нужное место. Поэтому, например, у меня у проектора, мне важно распознание и приглашение. То есть, когда меня распознают по моим сильным чертам, которые проявлены во мне, и приглашают в определенное место, к определенным людям, в определенный процесс. И когда я получаю такое распознание и приглашение, то тогда я уже могу корректно действовать. А до этого момента я как бы нахожусь в каком-то состоянии ожидания. То есть, я ожидаю, когда наконец придет мой человек и распознает меня и пригласит. И тогда я начинаю действовать. То есть, я начинаю действовать осознанно, и я могу уже выбирать корректные действия. То есть, я могу действовать, скажем так, во благо для себя и для других. То есть, я могу начинать инициировать, потому что до этого момента я жду, пока меня пригласят. А потом я начинаю инициировать, и могу уже человека вести по этому пути, то есть, проводить как проводник. Для того, чтобы я мог выступать как проводник, нужно приглашение. И когда меня распознают и приглашают, я начинаю корректно действовать. Поэтому то же самое, как и в процессе, если вам необходима консультация, сессия, то вы распознаете, допустим, что я могу вам помочь, как проводник, провести вас по этому пути. И приглашаете меня, то есть, пишите мне, говорите, я хочу консультацию, я хочу сделать сессию. Вот, и тогда я могу уже начинать действовать активно. То есть, могу вас проводить через сессию, помогать вам в улучшении состояния. Вот таким образом это все работает. Давайте сделаем сейчас небольшую сессию. Вы посмотрите на сам процесс, как это все происходит. То есть, сядьте в удобном месте, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Ощутите себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Почувствуйте, кто вы есть. Посмотрите, есть ли в пространстве какие-то вещи, которые хотелось бы урегулировать. Что-то, что может быть мешает вам быть собой, двигаться по своему собственному пути. Посмотрите, откуда это приходит и проработайте это. То есть, проживите эти моменты, эти случаи, перепроживите их один, два, три раза, пять раз, сколько необходимо. Почувствуйте, что заряд уходит. То есть, почувствуйте облегчение. Если облегчение не наступает, пройдите еще раз через случай. Возможно, понадобится пройти более ранний подобный случай, где была такая же ситуация. Пройдите это и двигайтесь таким образом, пока не почувствуете облегчение. То есть, облегчение это, когда вы почувствовали, что вот тут больше нет заряда, что состояние улучшилось и вы можете двигаться дальше. Вот таким образом это происходит. Процесс исцеления это процесс прохождения через заряд и удаление его, восприятие как есть, принятие. Вот таким образом в сессии мы погружаемся внутрь себя, то есть, с помощью сознания рассматриваем, что находится в подсознании, прорабатываем это. И когда мы проработали, соответственно, состояние улучшается, вы начинаете чувствовать себя осознанно, легко и двигаться по своему пути. То есть, двигаться туда, куда вам нужно. Вот таким образом происходит эта ситуация. То есть, я как проводник помогаю вам найти ваш путь. То есть, найти то место, то время, те действия, которые будут оптимальны для вас. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их задать, написав мне и попросив бесплатную консультацию. Вот, и мы заканчиваем сессию на улучшении. То есть, когда вы почувствовали облегчение, когда почувствовали, что заряда больше нет, на этом можно завершить сессию и повторить ее на следующий день. То есть, ежедневные сессии помогают в улучшении состояния. То есть, самое главное, это ежедневная практика. Вот, я тоже делаю сессии ежедневно, как соло, так и с другими людьми, так и в паре с напарником, с напарницей. То есть, все это возможно, и это помогает улучшить свое состояние и помочь другим людям. Поэтому можно объединяться в паре и помогать другим. Вот, также я провожу обучение тому, как делать процессинг, ходите. Тоже можно ко мне обратиться, пройти этот курс. Вот, то есть, как стать аудитором и, соответственно, получить навыки, которые вы сможете применять и в отношении себя, и в отношении ваших близких, друзей, клиентов и так далее. Вот, также есть курсы преодоления подъемов и спадов в жизни, которые помогают справиться с подавлением и научиться выбирать свое окружение корректно. И достоинство целостности личности, где мы справляемся с проступками, утаиванием и восстанавливаем свое достоинство и целостность. Вот, также я провожу программу очищения. Это программа, которая позволяет убрать токсины, наркотики, алкоголь, радиацию. То есть, вы пьете витамины, минералы, бегаете и попотеете в сауне. То есть, с потом выходят все токсины. Вот, эта программа рассчитана примерно на две недели. Ее также можно пройти удаленно под моим руководством. То есть, все, что я сказал, это можно делать онлайн. То есть, проходить процессинг онлайн в Вайбере, Скайпе, Телеграме, по телефону. Проходить онлайн программу очищения. То есть, вы пишете отчеты, я вам даю рекомендации, и вы у себя дома это проходите. Ну, или дома, или там в спа-центре, там, где есть у вас баня. Вот, либо обучение тоже можно проходить удаленно. То есть, я вам высылаю материалы, вы их изучаете и присылаете мне на проверку задания. Вот таким образом. Если видео вам понравилось, ставьте нравится, подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и включите колокольчик для напоминания новых видео. Вот, на сегодня будем заканчивать. Я полагаю, это было для вас ценно и интересно. Сейчас на экране появится еще парочка видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить судьбу и практика процессинга счастья, которую можно применять самостоятельно. На мой сайт и подписка на мой канал. Заходите, читайте статьи, смотрите видео, подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующем видео совсем скоро. Это будет завтра. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии счастья. И до скорой встречи, друзья. Всего доброго.